История наставницы жизни «Не ворчите на туман, довольно быстро он растает. Поверьте, это не обман. Господь нас в облаках купает». Эти строки неизвестного поэта пришли на ум сами по себе, когда ранним утром 2011 года съемочная группа Донецкого телевидения отправилась в путь. Мы ехали в село Никольское. Сегодня служители Никольского монастыря принимают у себя беженцев из районов военных действий. А в то мирное время они ждали нашу съемочную группу. Туман в то утро был действительно очень густой, и на душе было беспокойно. Но чем ближе мы подъезжали к селу Никольское, тем быстрее рассеивался туман и успокаивалась душа. И вот показали золотые купола Свято-Успенского храма монастырской обители. Никольское – очень живописное и духовно умиротворяющее место. За последние десятилетия это село приобрело особую притягательность для паломников. Старожилы рассказывают, что очень давно, еще до революции, Никольское осветило своим присутствием Пресвятая Богородица. И на месте ее явления забил целебный источник. Местные жители и крестьяне окрестных сел еще многие годы, даже после революции, совершали здесь молебны и крестные ходы. И как ни пытались богоборцы засыпать святой источник, но его благодатные воды вновь и вновь пробивали цемент. Я сказал, что где-то огоньки колышутся, Свечи восковые и кадильный дым. Я сказал, что где-то край, где вольно дышится, Край, где все пропитано воздухом святым. Я сказал, что где-то край, где вольно дышится, Край, где все пропитано воздухом святым. Свято-Успенский Никола-Васильевский монастырь Свято-Успенский Никола-Васильевский монастырь как раз именно тот край, где все пропитано воздухом святым. Никольское, где расположен монастырь, до 1959 года делилось на два населенных пункта Никольское и Васильевка, в каждом из которых были свои храмы. В Никольском в 1911 году была построена двуглавая церковь в честь Николая Чудотворца. В Васильевке храм с девятью куполами в честь Василия Великого был воздвигнут в 1912 году. Храм был украшен уникальным фаянсовым иконостасом, стоимость которого по тем временам достигала 4 тысяч рублей золота. Никольская церковь до наших дней не сохранилась. После революции 1917 года она была почти полностью разрушена и долгое время использовалась как зернохранилище. В Васильевском храме, пережившем трудные времена, в годы революции и гражданской войны, богослужения возобновились в 40-х годах. Вторую жизнь обе обители обрели с назначением настоятелем Васильевского прихода Игумена Саватия, широко известного в народе как Схиархимандрита Зосима. Строительство развернулось в 1998 году, когда уже больной, вернувшийся к жизни после клинической смерти, отец Зосима решил построить в поселке два монастыря – мужской и женский. В 2001 году Сестринской общине был придан статус Свято-Успенского Николаевского монастыря, а в 2002 году зарегистрирован Свято-Успенский Васильевский мужской монастырь. Тысячи сторонников православной веры едут сюда, чтобы поклониться чудотворной иконе Матери Божией Скоропослушница и помолиться над усыпальницей Отца Зосимы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С особым радостным чувством я вступил на землю этой святой обители, потому что много слышал о том, как она созидалась. Хорошо лично знал и основателя обители, покойного схиархимандрита Зосиму, в то время, когда он еще был Ваней Сокуром и учился в Ленинградской духовной семинарии, где я был тоже студентом, а позже и ректором. Хорошо помню Ваню, человека доброго, отзывчивого, смешливого, с которым всегда было радостно общаться, а затем с радостью узнал о том, что он принял монашеский постриг и направлен был на Донбасскую землю, и попал сюда, в это место, не от хорошей жизни. Будучи человеком правдивым, он в то время говорил правду и властям придержащим. И потому власти не любили отца Саватия, в то время он носил такое имя. И решили послать его в это уединенное место, которым невозможно было хвалиться, ни количеством прихожан, ни состоянием храмов. И вот начав буквально на ровном месте, отец Зосимы сделал очень много. Он привлек своей любовью людей, создал крепкий монастырь, и мужской монастырь, и женскую обитель. К нему стали приходить люди, и богатые, и знатные, и благодаря этому пастырскому, скромному труду, усилиями очень многих людей, некоторые из которых внесли особый вклад, была воздвигнута эта прекрасная обитель и величественный сей собор. Поэтому моя первая мысль была сегодня, когда переступил святые врата обители, возблагодарить Господа за милость, явленную на этом месте. Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край, Русь нам оставила, видишь, видишь, вон там журавли пролетели, у горизонта растаял их крик. А если ты болен, прикован к постели, то пусть тебе снится целебный родник. За родником белый храм, Кладбище старое, В этот забытый край, Грустно подставила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Было исполнено завещание основателем монастыря Схерхи Мандрита Зосимы, который еще в 2002 году смиренно просил своих чад построить собор в меру и подобие Успенского собора Московского Кремля, с тем, чтобы его осветил Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Рукотворный оазис – маленький островок рая на земле, где находишь умиротворение, слышишь пение птиц, шелест трав, тишина и покой, даже когда все эти лабиринты аллеек наполняются людским потоком. Бесчисленное множество паломников ежедневно посещает монастырь села Никольское Волновахского района. Одни, чтобы помолиться, другие просто отдохнуть душой. Здесь каждого обогреют, накормят, все покажут и расскажут безутайки. Насильники так называют всех, кто живет и служит в монастыре, открытый для общения. Монастырь представляет собой как большая семья. Отец настоятель, мать игумения, братья и сестры. И строительство монастыря простое. В центре храма Божий, вокруг здание для телесных потребностей. Телесные потребности такие же, как у всех – спать, поесть, потрудиться. День начинается в храме, день заканчивается в храме. Вот так устроен монастырь. Большая семья, где на первую очередь духовные потребности. В семье что требуется от детей? Послушание своим родителям. Так и здесь. В основе духовной жизни лежит послушание. А все остальное, как в семье взрослеешь, телесно, так в монастыре от послушания взрослеем духовно. Это касается всех нас, христиан, телесно-взрослая, духовная, детский возраст, задержка развития происходит. Вот это печально. Душа насыщается духовной пищей. И после службы идут все в другой храм. Богослужение только телесной пищей насыщается. Вот такой храм называется трапезный. Вроде бы ты кушаешь, а это богослужение. Монастырь ограду имеет из здания. И самое такое как бы духовное значение имеет врата. И вот исторически так сложилось, что на Афоне пришла икона Божьей Матери Иверская. Монахи спрятали ее в алтарь, надежное место. Утром приходит она возле ворот. Думает, кто-то не украл чуть. Снова в алтарь, снова возле ворот Матери Божьей приходит и говорит, я сюда пришла, чтобы не вы меня охраняли, а я вас буду охранять. Вот с тех пор или над входом в дом, над дверью маленькие образочки Иверской Иконы Божьей Матери вешают, над святыми вратами, а у нас над вратами надвратный храм Чесиверской Иконы Божьей Матери Жизнь в монастыре оказывается очень разнообразна и не останавливается ни на минуту. Монастырь действительно представляет собой диво дивное, великолепная архитектура, доказывающая, что они перевелись на земле русской зодчие и мастера-строители. Множество цветов, где добывают нектар пчелы монастырской пасеки, и олеандровые бражники, которых запросто можно принять за экзотических калибрий. Эти насекомые действительно напоминают тропических птичек. Красота духовная рождает красоту, видимую для глаз, для вдохновения. В обители живут трудолюбивые люди, которые одинаково служат Создателю и всему, что Он создал. А еще в монастыре живут трудники, те, кто не решил пока окончательно порвать смирской жизнью, кто пришел сюда окрепнуть душой, победить свои греховные привычки. То, что здесь происходит с человеком, подтверждает принцип, что можно начинать работать, творить с нуля и достигать больших и важных вершин. Самое главное, чтобы труд сей был благословлен Богом. Эти слова, сказанные Патриархом Московским и всей Руси Кириллом, ежедневно подтверждаются здесь, в этой Божьей обители, где у каждого свое послушание Господне. Воскресенье приходят дети из нашего села, из Никольского. Вот они изучают закон Божий, у них есть еще предмет рукоделия. По мере сил и возможностей они с родителями посещают богослужения, приходят на монастырь. Кроме этой школы есть еще монастырская школа, в которой учатся братья и сестры, насельники нашей обители. Эта школа была образована по благословению нашего духовника, основателя обители Схерхи Малитты Зосимы. Он в своем завещании написал о том, чтобы в монастыре насельники изучали богословские дисциплины. Мы изучаем аскетику, Новый Завет, Ветхий Завет, основное богословие. Был предмет, уже закончился курс, архитектура, зодчество поцерковно называется. Впоследствии будем учить церковно-славянский язык следующего семестра. Мы повышаем уровень своих знаний, кроме службы, молитвы, послушания, которые у нас неотъемлемы. Мы еще занимаемся богословием, потому что к нам очень много приходит людей, и мы должны грамотно объяснить им, во что мы верим, почему у нас вера правая, говорится, православная, много и сектантов в наше время, и протестантов, и католиков нас окружают. Поэтому мы должны быть подкованы, грамотно, богословские. Все занимаются с радостью, читают, узнают новые материалы. Для этого у нас библиотека есть, в которой мы берем книги, читаем. стараемся, чтобы было время на подготовку к занятиям, не только служба, молитва, послушание, еще чтобы было время на самоподготовку к занятиям. У нас в основном духовная литература, творения святых отцов, но есть и художественная классика, русская литература, которую Достоевский, Лесков, Павычка Зосима их очень любил, и мы тоже стараемся их читать, хотя вот сейчас в связи с началом школы, то мы в основном читаем по богословию, творения святых отцов, многих преподавателей из московских духовных школ мы читаем их труды. Вот время есть, вот, например, воскресный день после службы у нас есть выходной день, который мы можем почитать, позаниматься своими делами. и между службами после трапезы, которая у нас в 12 часов дня, у нас есть свободное время, в которое ты можешь отдохнуть, поспать или почитать, позаниматься своими делами. Вот, если у человека есть желание, то он обязательно найдет время, независимо от своей занятости в монастыре. Еще одно очень важное послушание несут несут все насельники монастыря выполнение всех завещаний своего отца-основателя, батюшки Зосимы. И дай Господь, чтобы здесь сестры спасались, чтобы здесь находили утешение, все те, которые не могут найти утешение в этой жизни времени, чтобы они находили обидель святую, чтобы и девочки сиропки воспитывались, кто не имеет возможности от детей, вот, девочки, чтобы в монастыре женском воспитывались, а гелинка чтобы была обязательно, чтобы дом престарелых обязательно был, и чтобы старушки были одинокие. Мы и в старости, может быть, и нас придется здесь кому-то посматривать с сестрами, вот, далеко. И здесь многим-многим из нас придется найти место у поколения. В нашем монастыре имеется богодельня, или, как еще называется, вот среди насильников, и как батюшка Засима называл, дом милосердия. В богодельне есть медкабинет, там сестры с утра до вечера, медсестры, молодые сестры, которые пришли уже с медицинским образованием, медицинской сестры, они делают уколы, меряют давление часто приходят матушке, у нас есть доктор, вот, она приходит, делает назначение вот матушкам, и медсестры выполняют эти назначения, там, те, которые могут прийти в медкабинет, они приходят, пьют здесь таблеточки, которые не могут, им ходят по кельям, разносят лекарства, ну, поддерживают их состояние, их старость, чтобы они в старости, как бы, доживали в тепле, и еще во спасение души могли и прийти, помолиться, вот, за свой род и за себя. В обители введен общежительный устав, совершаются ежедневные богослужения, читается неусыпаемая молитва, псалтырь. В монастыре действуют пекарня, библиотека, медицинская амбулатория для насельников, мастерские, столярная, резьбы по дереву, золотошвейная, иконописная. Ведутся работы по росписи верхнего храма Свято-Успенского собора. Наш Успенский собор, который построен по благословению Бачки Зосимы, это точная копия Успенского собора Московского Кремля. Сейчас там проходят работы по росписи стен собора. Там работает бригада иконописцев из Москвы, из Мурома. Они полностью расписывают храм риками святых, сюжетами из Евангелия, притчи. В следующем году, в 2012, будет 10 лет, как почил наш Бачка Зосима. Он умер в 2002 году, 29 августа. И вот 29 августа 2012 года будет 10 лет сего кончины. И к этому дню хотим успеть закончить роспись, чтобы храм был уже полноценно закончен. Там были просто белые стены, мы уже несколько лет служили в нем, а сейчас его закрыли, там стоят леса, идет роспись. Какое хозяйство может быть в деревне? огород, коровы, молоко, куры, яйца, мясо не едят в монастыре, а поэтому яйца, молоко, коняшка, сельхозтехника, автотранспорт, все, что в селе необходимо. Телесная потребность, никуда шутить, мы же не ангелы, ангелы на земле не живут. колокольный звон над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. господи, господи, Помилуй, Господи, во звах тенор возгласил, Канонарху хор слаженно вторил. Господи, помилуй, свечи, образа, мантии, кресты, Братья, поет грустный глаз шесты. Господи, помилуй, странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет, Господи, помилуй. Схимники в крестах, борды, как снег, Потупив глаза, молятся о всех. Господи, помилуй, с музыкой такой. Хоть иди на смерть, много ли тебе Русь святая петь? Господи, помилуй, твой черед настал, молодой звонарь, Пробуди простор, посильней ударь. Братский хор умолк, снова перезвон, Только слышно мне, как со всех сторон. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Братный путь Наш обратный путь освещали звезды. Над монастырем, казалось, очень низко мерцали звезды Большой Медведицы, и в памяти всплыли строки неизвестного поэта. У каждого своя Голгофа, у каждого своя стезя. Но все мы, в общем, дети Бога, и предавать отца нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok